Наверное, сейчас многие из вас меня проклинают, злятся, думают, на кой черт мы тебя послушали и пошли на это голосование, ведь в очередной раз убедились, что выборы в путинской России это фикция. Неважно, как проголосуют люди, важно, как посчитает Памфилова, но вот здесь я снова вам возражу, вы все правильно сделали. Очень хорошо, что многие из вас пошли 19-го на эти выборы и вот я недаром вчера сказал в эфире программы Вести без Киселева, данное голосование это наша маленькая победа, почему? Да потому что мы наконец это сделали, мы сделали первый шаг к становлению гражданского общества и пусть мы проиграли, вернее не проиграли, нас тупо кинули. Но как бы это объяснить-то вот, представь себе ситуацию, когда обокрали квартиру твоего соседа, классный мужик, ты с ним даже дружен, вы много общаетесь, праздники вместе отмечаете и вот обнесли его квартиру, согласись. Ты попереживаешь, посочувствуешь, может быть даже расстроишься, но через пару дней просто забудешь об этом, потому что в конце концов обокрали не тебя, а чужого человека. И вот теперь представь, что негодяи выставили твою хату, вынесли оттуда то, что тебе было дорого, какими будут твои чувства в этом случае. Ну теперь ты понимаешь, к чему я? Да, именно. Раньше ты только догадывался, что партия жуликов и воров это партия жуликов и воров, тебе кто-то об этом сказал. Ты где-то об этом прочитал, ты их недолюбливал, ну так, на расстоянии. А вот теперь ты знаешь. Теперь ты точно знаешь, что они влезли в твой дом и украли лежащий там мандат. Они украли его из твоего дома теперь, ты точно знаешь, что вот эти вот как будто бы депутаты воры. И что они ходят с украденными мандатами и ты их теперь будешь презирать по-настоящему, потому что это будет уже личным. Так понятнее. Это реальная журналистика. Всем привет. Сегодня подводим итоги единого огня грабежа. Поехали. А вообще Памфилова в очередной раз продемонстрировала, что она глупая. Простите меня за резкость, но давайте будем вызывать вещи своими именами. Она действительно глупая. В попытке лезнуть поглубже это безмозглое существо объявило войну даже очевидным вещам. Вспомните первые часы после закрытия участков, когда в сети буквально посыпались протоколы СУИКа в Дальнего Востока, из Хабаровской Якутии. Удивительно, но в этот раз члены избиркомов были на нашей стороне. На стороне народа они фотографировали те протоколы и тут же сливали их в интернет. Вся страна видела, что Ядросов громит КПРФ. Если не громит, шли ноздря в ноздрю. Пропагандисты согласились признать то, что и так не требовало доказательств. Коммунисты поздравляли в эфире Зюганова. У нас было и больше мандатов. Такой поддержки, как сейчас, у нас не было с 96-го года. То есть рассчитываете на большее количество мест. На большее количество. Есть реально удвоить и трое результаты. И вот первые данные ЦИК. 10% протоколов обработано. Ядро 39%. Коммунисты почти 27%. Конечно, мы поняли, что это нарисованные цифры. Но если бы эта бестолковая все так и оставила, да бог бы с ним. Нет, Памфилова зачем-то начала откровенно нагнедонаглеть. Вытащила наружу чушь об электронном голосовании. Дистанционно проголосовали 96% из числа зарегистрированных. Напомню, электронно можно было волей изъявиться в 6 регионах, включая Москву. И почти все эти люди отдали свои голоса Единой России. Чего, блядь? Вот и я о том же. Вы представляете себе электорат ядра? Да это те же, кто старичка Путина поддерживает. А что мы знаем про старичка Путина? Телефоном пользоваться не умеет и не имеет. С какой стороны подойти к компьютеру не знает. В свете последних событий выяснилось, что даже дату на часах человека выставить не в состоянии. Не установлена дата на часах, он на нее не смотрит. Он датой на часах не пользуется. Вот, и его электорат такой же. Для них ведь все эти новые технологии, клинопись, китайская грамота. Но за пару дней пещерные жители каким-то чудом освоили систему электронного голосования. И почти 100% этих динозавров без проблем разобрались, как проголосовать за вассалов первобытного деда в интернете. Вы серьезно? Значит, острая тема. Дальше еще смешнее. Ядрозы вдруг объявляют, что победили в одномандатных округах. Как объясните мне тупому? Давайте на пальцах. Вот смотрите. Каждый из нас приходил на избирательные участки и получал два бюллетеня. Я сейчас только о выборах депутатов Госдумы говорю. Поэтому два. В первом бюллетене перечень партий. Во втором список одномандатников, но с принадлежностью к той или иной партии. Я нас вообще за идиотов держу. Сейчас объясню. Вот смотрите. Человек берет бюллетень, в котором перечислены партии, ставит там галочку напротив КПРФ. И они, кстати, это признают, что по партийным спискам коммунисты победили. Ага, а затем? Человек берет второй бюллетень, где указаны фамилии одномандатников, но, повторюсь, с партийной принадлежностью. Например, Иванов кандидат от Яблока. Петров кандидат от КПРФ. Сидоров кандидат от Справедливой России. И вдруг избиратель ставит галочку напротив фамилии Яковлев от Ядра, так? То есть там он за КПРФ проголосовал, а тут за Ядро. Что, дурак? Вот на кого этот бред рассчитан? Объясните мне. Сегодня с нами на связи большая страна. На связи с нами наши региональные штабы. Штабы общественной поддержки. Наши кандидаты. Давайте всех поприветствуем. Кстати, наиболее наглядная ситуация, это ситуация с кандидатом Поповым. Больше этот, как будто бы мужчина известен, как муж Балабулки Скобеевой. Так вот. По состоянию на ноль часов Москвы, когда была обработана треть протоколов, Попов на своем участке пролетает мимо депутатского кресла, как фанера над Парижем. Отставал от своего ближайшего конкурента на какой-то невероятно огромный процент. Однако к утру выяснилось, что Попов выбор и все-таки выигрывает. Причем с ощутимым перевесом чуть не в два раза. Вы серьезно? Хорошо. Давайте опять на пальцах. Среди вас ведь есть хоккейные болельщики, например, да? Тогда представьте, играют две команды. Команда избирателей, команда Попова. Значит, по итогам первого периода команда Попова проигрывает 5-0. Впереди еще два тайма по 20 минут. Вопрос. Каковы шансы, что команда Попова хотя бы сравняет счет? Да, они есть. Но они очень небольшие, согласитесь. Но нам-то с вами что показывают? За два оставшихся периода команда Попова не просто счет сравняла. Она еще и вперед вышла, да с двойным перевесом 10-5. Поповцы побеждают. Вы в такое поверите? А Памфилова почему-то решила, что должны поверить. Кстати, никто из вас не слышал, что это женоподобное несла, давая интервью с журналистом. Ребята, сейчас держитесь за что-нибудь, потому что это даже не набор слов. Это набор звуков, Кличко отдыхает. Внимание. По поводу копирования данных с сайта ЦИКа, что нельзя копировать. Артелиарий, телеканал Арсений Молченко. Артелиарий, да. Какой же у вас чушь несут? Нет, нет, Сергей Шпилькин написал, я просто пересказываю. Я вам вопрос ужасный. Я когда читаю, у меня волосы дымают. Во что же вы превратились? Ладно, скажу так. Значит, это совершенно именно на это время сейчас идут беспрецедентные, не каждое утро вечера, беспрецедентные атаки. Поэтому сейчас для того, чтобы система не вылетела, мы сейчас именно сделали эту схему. А там видно будет. Спасибо вам большое. Хоть кто-то понял, что мадам хотела сказать. Причем человеку ведь задали конкретный вопрос. Что у вас с сайтом? Почему с официального сайта ЦИК невозможно скопировать данные по подсчету голосов? А еще потому, что вы сволочи ляпота. Господа, что же я хотел всем этим сказать первое. Еще раз спасибо, что не остались в стороне и пришли на избирательные участки. Теперь вы точно знаете, а не понаслышке, что выборами в путинской России занимаются лжецы. А партия, занимающая большинство мест в Госдуме, это партия украденных депутатских мандатов. По-другому сказать тут нельзя. Второе. Мы начинаем становиться гражданским обществом. Мы показали режиму, что больше не хотим сидеть в сторонке и делать вид, будто не понимаем. Что происходит и у режима сейчас огонь. Они начнут дергаться, думая, как бы начавшийся пожар погасить, а значит будут ошибаться. Третье. Вероятно, в обозримом будущем Путину придется отдать кого-то толпе на растерзание, дабы страсти поутихли. И мне что-то подсказывает, что такой сакральной жертвой может стать не очень умная Памфилова. У Главнюка других вариантов не остается. Поэтому я туда в название вынес, беги, Элла, беги. А еще это значит, тот, кто придет после пустышки, сто раз подумает, прежде чем беспределить, посему еще раз. Мы не проиграли. Пока 1-1. Если мы снова не ляжем спать, как было после Болотной, у нас есть все шансы на выход из группы, как в футболе. А затем в финал, возможно. Все, переваривайте. Это была Реальная журналистика. Сегодня вот так. Жду вас на нашем телеграм-канале. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии. Там прикольно. В остальных соцсетях тоже жду. В друзья добавляйтесь. На ютуб-канал наш подписаться не забудьте. Темы предлагайте. Под ним мы обсудим. А я за всем спешу отклониться. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok